Всем привет! С вами Хельга Пирогова. Подведем итоги дня и обсудим самые важные и интересные новости к этому часу. Нашелся генерал Суровикин, ну или, по крайней мере, его фото. Собянина поймали на подкупе избирателей, а в Новокузнецке воспитанников детского сада заставили раздавать предвыборные листовки. Сергея Собянина обвинили в подкупе избирателей. Все из-за акции «Миллион призов», которая пройдет на выборах мэра Москвы. Власти пообещали вручить подарочные сертификаты москвичам, которые впервые электронно проголосуют на мэрских выборах. Депутат Госдумы КПРФ Денис Парфенов пожаловался на эту акцию в Генпрокуратуру, МВД и Мосгоразбирком. Депутат считает, что таким образом Собянин и его команда заманивают москвичей в непрозрачное электронное голосование. В Пермской области кандидат в депутаты города Чайковский признался, что он будет делать в случае победы на выборах. Это Альберт Илькаев, кандидат от партии «Новые люди». Когда видео попало в сеть, он, конечно, начал оправдываться, что это была шуточная реакция на провокацию, но больше похоже на чистосердечное признание пьяного гопника. И еще одна безумная новость про грядущие выборы. В Новокузнецке воспитанников детского сада заставили разносить приглашения на выборы. Дети разносили листовки по квартирам и агитировали людей приходить на выборы губернатора. Сотрудники детсада написали про это во Вконтакте и назвали акцию частью патриотического воспитания. Но когда ее заметили СМИ, пост почему-то удалили. Российские чиновники любят обвинять оппозицию, что та втягивает в политику подростков. При этом сами навязывают пропаганду уже самым маленьким детям. Нашелся генерал Суровикин, которого никто не видел уже два месяца. Он исчез из публичного поля сразу после Пригожинского бунта. СМИ писали, что его задержали и допрашивали из-за мятежа. А две недели назад стало известно, что Суровикина сняли с поста главкома Воздушно-космическими силами России в связи с переходом на другую работу. И вот сегодня фото Суровикина с женой опубликовала Ксения Собчак. Она написала, что генерал жив-здоров и находится дома с семьей. В общем, источник, конечно, сомнительный, верить ей на 100% не стоит. Будем ждать и других подтверждений. Сегодня в Сочи приехал президент Турции Раджеп Эрдоган. Они с Путиным провели переговоры, на которых обсуждали возможность продлить зерновую сделку. Но договориться не получилось. Западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок. Причем, пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая страна использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов. Но это не может быть терпимым дальше. Обратили внимание на выражение лица Эрдогана? Кажется, он в полном шоке от хода и результата переговоров. Напомню, что Путин разорвал зерновую сделку 18 июля. А на следующий день Россия обстреляла одесские порты и уничтожила 60 тысяч тонн зерна. Минобороны это назвали ударами возмездия за взрыв на Крымском мосту. Пока Путин занят геополитическими вопросами, многие граждане России вынуждены думать буквально о том, как выжить. Вот так выглядит жилой дом в Ачинске, в котором живет семья с 8 детьми. Сразу скажу, нет, в него не попадали украинские дроны или снаряды. Эту постройку многодетной семье предоставили как муниципальное жилье больше 10 лет назад. Еще в 2012 году экспертиза показала, что дом непригоден для проживания. Власти отреагировали и рассыпающуюся коробку укрепили деревянными балками. На этом фоне, конечно, надо выделять и поощрять действительно лучших чиновников, которые все делают для людей. Сегодня Путин наградил медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени министра культуры Чечни. Награда вручена за многолетнюю плодотворную деятельность. Нечасто люди такого добиваются к 24 годам. А еще забыл одну деталь. Министра зовут Айшат Кадырова. Это дочь Рамзана. Другая дочь Кадырова, 23-летняя Хадижат, возглавляет департамент школьного образования и тоже имеет госнаграды, как и многие другие члены благородного семейства. Российский боевой вертолет Ка-52 потерпел кружение над Азовским морем. Он упал в полутора километрах от берега. Двум пилотам удалось спастись. Вероятной причиной крушения называют плохими эти условия, но официальных подтверждений пока этому нет. Отношения Кремля с Арменией могут еще стать более натянутыми. Вчера премьер Пашинян заявил, что страна находится в слишком большой зависимости от России и должна строить свою безопасность с другими партнерами. А сегодня глава Европейского комитета по расширению НАТО в Твиттере пригласил Армению вступить в Североатлантический альянс. Перспектива эта явно отдаленная, но в армянском МИДе уже ответили, что будут рады продолжить сотрудничество с НАТО в различных форматах. А в Томской области около счета с рекламой службы по контракту выкопали могилу. Скорее всего, это яма для установки счета, но выглядит очень уместно. Пожалуй, идеальная иллюстрация к слогану «Присоединяйся к своим». Пока Минобороны скрывают потери, подобные акции могут заставить кого-то задуматься и буквально спасти жизнь. Это были главные новости к этому часу. Спасибо, что были с нами и помогаете рассказывать правдивую информацию. Вы помните золотое правило Ютуба. Поставить лайк, написать комментарий и отправить ссылку на ролик в семейный чат. Поддержите нас финансово, чтобы мы и дальше могли выпускать видео каждый день. В описании есть ссылка на Патреон популярной политики. А сейчас вы видите имена и ники наших спонсоров. Показываем их с их согласия, конечно. На этом я прощаюсь. Увидимся завтра. Пока.